Здравствуйте! Это программа «Итоги недели» в студии обозревателя информационного портала «Москва.Ваку» Владимир Сухой. Сегодня в программе. Эмоциональная речь Ильхама Алиева во время встречи со спортсменами-участниками Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Азербайджан отказался от лицензий, отобранных у российских паралимпийцев и распределенных между другими странами. Президент Азербайджана открывает новые школы и новые дороги. Нагорный Карабах. Руководство МИД России встретилось в Москве с сопредседателями Минской группы АБСЕ. Все больше гроссмейстеров признают организацию Всемирной шахматной олимпиады в Баку великолепной. В начале программы о встрече, которую провел президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Михрибан Алиева со спортсменами-участниками 31-й Олимпиады в Рио-де-Жанейро в Бразилии. Азербайджан, республиканский президент Джанаб Ильхам Алиев. Встреча проходила в очень теплой атмосфере. Ильхам Алиев выступил перед спортсменами и тренерами с очень эмоциональной речью. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сказал Ильхам Алиев, команда Азербайджана одержала историческую победу. Азербайджанские спортсмены завоевали 18 медалей. Это рекордный показатель. Одна из этих медалей золотая, 7 серебряных и 10 бронзовых. Это свидетельствует о том, что Азербайджан действительно спортивная держава. По количеству медалей наша команда, сказал президент, разделила 14-15 места. Она стала 7-й среди стран Европы, 2-й среди республик бывшего Советского Союза и 1-й среди мусульманских стран. Это грандиозная победа, она радует весь азербайджанский народ. Целенаправленно проводя политику в области спорта, указал Ильхам Алиев, мы сумели добиться прекрасных результатов. Здесь следует заметить, что Азербайджан, как независимое суверенное государство, впервые принял участие в летних Олимпийских играх в 1996 году. Тогда азербайджанская команда завоевала всего одну медаль. Спустя 4 года, в 2000 году, азербайджанские спортсмены завоевали уже 3 медали. В 2004 году – 5 медалей, в 2008 году – 7 и в 2012 – 10 медалей. Наше успешное экономическое развитие и продуманная спортивная политика включила азербайджан в ряды спортивной элиты мира. «Это меня очень радует», – сказал Ильхам Алиев, – «потому что спорт играет важную роль в моей жизни. Я 19 лет возглавляю Национальный Олимпийский комитет нашей страны». Наши спортсмены добываются высоких результатов на различных международных соревнованиях, чемпионатах Европы, мира. В более чем 40 городах открылись современные олимпийские комплексы. В прошлом году, сказал президент, в Баку впервые в истории были проведены европейские игры. Азербайджанские атлеты заняли второе место в командном зачёте. Некоторые отнеслись к этому с удивлением. Это стало сюрпризом для спортивных специалистов. Результаты Олимпийских игр в Рио свидетельствуют о том, что достижения на Европейских играх были не случайны. Мы были представлены на Олимпиаде 56 спортсменами и завоевали, повторяю, 18 медалей. То есть по соотношению количества медалей к числу участвующих спортсменов мы на первом месте в мире, указал Ильхам Алиев. В конце своей речи Ильхам Алиев был особенно эмоционален. «Вы порадовали азербайджанский народ», – сказал Ильхам Алиев, обращаясь к спортсменам. «В Рио 18 раз был поднят наш флаг, флаг независимого азербайджана. Я горжусь вами, я благодарен вам и желаю вам огромных успехов», – так закончил свою речь Ильхам Алиев. Затем состоялась церемония награждения. Глава государства вручил спортсменам и их тренерам, награждённым за заслуги в развитии азербайджанского спорта и высокие достижения на 31-х летних Олимпийских играх, почётные дипломы президента Азербайджанской республики, медали Тереги, ордена Шахрат и за службу Отечеству. Был ещё один трогательный момент, когда олимпийцы и их тренеры попросили главу государства сфотографироваться вместе с ними на память. На прошедшей неделе, накануне торжественной церемонии открытия паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в Бразилии, азербайджан в лице Министерства спорта и молодёжи официально отказался от предложенных азербайджану лицензий вместо отстранённых от участия в Паралимпиаде российских спортсменов. Напомним, что после отстранения паралимпийцев России от участия в Паралимпиаде в Рио Международный паралимпийский комитет решил распределить 267 лицензий россиян и отдать их другим странам. Три лицензии были предложены азербайджану и 22 лицензии Соединённым Штатам Америки. Азербайджан официально отказался от этих лицензий, потому что посчитал это решение несправедливым. Министр спорта Азербайджана сообщил, что лицензии были предложены Международным паралимпийским комитетом, который распределил их, цитирую, «каким-то никому неизвестным способом». Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова поблагодарила азербайджан за поддержку российских паралимпийцев. Вот что она сказала на очередном брифинге в Российском Министерстве иностранных дел. Я не знаю, были ли такие прецеденты. Мы благодарим Баку, наших азербайджанских коллег, вообще граждан этой страны, за то, что они откликнулись, поняли всю несправедливость той ситуации, которая проходит с российскими паралимпийцами. Для нас очень важна эта поддержка в этот момент, потому что, еще раз говорю, речь идет о том, что пытаются сделать больно тем людям, которые всю жизнь сражались со своей болью и которые своей жизнью, своей судьбой пытались показать и доказать, что боль можно преодолеть. Поэтому всем, кто нас поддержал, в частности, азербайджанским коллегам, большое спасибо. Накануне начало нового учебного года, а он начинается в Азербайджане 15 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев провел ревизию школ республики, а также лично посетил ряд школ в столице Азербайджана, в городе Баку. Среди тех школ, которые посетил глава государства, есть школы, где обучение ведется как на азербайджанском, так и на русском языке. Среди выпускников этих школ есть много президентских стипендиатов, победителей олимпиад и спортивных соревнований. В частности, президент посетил полную среднюю школу номер 229 Низаминского района Баку. Глава государства осмотрел классные комнаты школы, предметные кабинеты, актовые и спортивные залы. В целом, школа рассчитана на 964 ученических мест. Глава государства также посетил среднюю школу под номером 109. Президент ознакомился с условиями, созданными в здании школы, которое было построено в 1966 году. В реконструированном здании школы 760 ученических мест, 42 классные комнаты и 5 предметных кабинетов. Все классные комнаты оснащены современным учебным оборудованием. 76% из окончивших в этом году эту школу поступили в вузы. На прошедшей неделе глава государства Ильхам Алиев посетил несколько районов Азербайджана. В частности, в ходе визита в Хачмасский район Ильхам Алиев принял участие в открытии Яламинского агропарка. Яламинский агропарк создан на территории в 523 гектара. На первом этапе в строительство этого агропарка вложено свыше 20 миллионов монатов инвестиций. Глава государства выразил надежду, что этот агропарк станет современным агропредприятием, который позволит Азербайджану выйти на новые рубежи в животноводстве, как в масштабах района, так и в масштабах всей республики. Он также открыл новую дорогу в этом районе. Эта дорога соединит 11 населённых пунктов с населением 12 тысяч человек. Ранее глава государства посетил ещё один Сальянский район, где принял участие в открытии нового участка автомобильной дороги Аляд-Астара, государственная граница Ирана. Протяжённость этого участка примерно 22 километра. Эта дорога имеет стратегическое значение, потому что это часть будущего логистического коридора под названием «Восток-Запад» или «Юг-Север». Здесь мне хотелось бы сделать несколько разъяснений. Возникает несколько наивный вопрос. Зачем Азербайджан это делает? Зачем президент ездит в районы, открывает новые объекты и новые дороги? Во-первых, это работа на будущее. Эти вложения были сделаны не вчера, и даже не позавчера, и даже не год назад. А сегодня они дают отдачу. И открываются новые дороги, создаётся новая транспортная инфраструктура, новые логистические артерии. И всё это на благо, естественно, азербайджанскому народу. И во-вторых, азербайджан держит твёрдую линию на то, чтобы стать страной-транзитёром, через которую пройдут основные магистрали, в том числе транспортные магистрали, которые соединят «Восток» и «Запад». Вот стратегическая задача сегодняшнего азербайджана. На прошедшей неделе министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял в Москве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта и обсудил с ними актуальные вопросы этого урегулирования. Сопредседатели от России, Франции и США, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху обсудили с министром иностранных дел России вопросы Нагорно-Карабахского урегулирования, включая ход реализации договорённостей, достигнутых на саммитах, которые прошли 16 мая в Вене и 20 июня в Санкт-Петербурге. Стороны также обсудили текущую ситуацию на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, речь идёт о плановых консультациях, которые регулярно проводятся поочерёдно в Вашингтоне, Париже, Москве. Основная цель этих консультаций — координация усилий трёх стран по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Здесь необходимо заметить, что Москва придавала этой встрече очень важное значение. Как нам стало известно из кулуаров встречи, во избежание нового рецидива или новой эскалации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, Москва настаивает на скорейшей встрече президентов Азербайджана и Армении. И это, в принципе, понятно, потому что, желая стать лидером в этом урегулировании, желая играть активную роль в урегулировании этого конфликта, Москва хочет, чтобы в этом переговорном процессе не было длинных пауз, а встреч президентов Азербайджана и Армении не было уже больше месяца. Эти паузы, как мы помним, по четырёхдневной войне в Нагорном Карабахе в начале апреля нынешнего года приводят к эскалации напряжённости. А этого никто не хочет, поэтому Москва заинтересована в том, чтобы как можно скорее продолжился переговорный процесс по Нагорно-Карабахскому урегулированию. В Баку, в Кристал-Холле, продолжается всемирная шахматная олимпиада. Самое масштабное шахматное соревнование, которое когда-либо проходило в Азербайджане. В ней принимает участие 181 мужская и 142 женских команды. Всего более 1600 человек. И это не считая капитанов команд, тренеров и других официальных лиц. По количеству стран-участниц Олимпиада уже установила рекорд в своей истории. Олимпиада проходит по швейцарской системе и состоит из 11 туров. Последний тур будет сыгран 13 сентября. Пока азербайджанские мужские и женские команды выступают на Олимпиаде довольно успешно. На прошедшей неделе соревнование посетила вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Она внимательно наблюдала за ходом партии и сделала первый ход в партии члена сборной Норвегии, чемпиона мира Магнуса Карсена. А теперь для ставшей уже традиционной нашей программе обзора других событий прошедшей недели, я предоставляю слово моей коллеге Анне Немалякиной. Здравствуй, Анне. Здравствуйте. На этой неделе общественный деятель Лейла Алиева посетила Центр восстановления леопарда на Кавказе в Сочинском национальном парке. Также она приняла участие в процедуре вакцинации новорожденных котят и также провела встречу с руководителем организации Центр природы Кавказа, на которой обсуждались перспективы восстановления популяции леопарда на территории его исторического ареала обитания. Передний азиатский леопард когда-то обитал в дикой природе Азербайджана. К настоящему времени отдельные особи еще встречаются в отдаленных горных районах страны. Совместными усилиями России и Азербайджана с привлечением лучших экологов наших стран мы можем добиться значительных результатов в формировании биологически устойчивой популяции леопарда в естественной среде. Об этом сказала руководитель общественного объединения Айдея Лейла Алиева. На этой неделе шоумен Сергей Светлаков представил новый фильм «Жених», где он исполнил не только главную роль, но заявил о себе как сценарист и продюсер. Корреспондент «Москва-Баку» накануне премьеры задала несколько вопросов Сергею Светлакову и узнала, почему создатели фильма написали несколько шуток про Баку. Полное интервью смотрите на нашем портале. В Москве на ВДНХ открылась юбилейная выставка председателя Союза художников Азербайджана народного художника Архада Халилова. На выставке представлено около 50 картин, выполненных мастером за последние 10 лет. В работах художника выражается большая любовь к Абширону, окрестностям Баку и Каспию. Девятая по счету персональная выставка Халилова в Москве организована Музеем Востока при посредничестве Министерств культуры Азербайджана и России, посольства Азербайджана в России и приурочена к 70-летнему юбилею художника. Победитель битвы экстрасенсов, иранский ясновидящий Мехди Ибрагими Вафа в интервью «Москва-Баку» предсказал будущее России и рассказал о местах силы в Москве. Большое видеоинтервью экстрасенса смотрите на нашем портале. По поводу России я очень рад. Россия вообще уже прекрасна, на мировой арене, очень хорошо. И будет подниматься выше и выше и выше. Будущая Россия очень хорошая. Фильм о жизни первого президента Азербайджана Гидария Оливии, который представлен в рамках кинорынков Торонто, выйдет в прокат в 2017 году. По словам генерального продюсера, помимо полнометражного фильма, российские зрители также увидят восьмисерийный телефильм. В картине снялись Сергей Гармаш, Алена Бабенко, Виктор Сухоруков. Имя исполнителя главной роли пока не раскрывается. Баку вошел в топ-5 городов, популярных для осенних путешествий. Рейтинг составлен по данным поиска и брони отелей и апартаментов для проживания с 1 сентября по 31 октября 2016 года. В топ-10 популярных у российских туристов зарубежных городов осенью входят Прага, Стамбул, Минск, Баку, Рим, Барселона, Берлин, Варшава, Таллинн и Париж. По данным rumguru.ru, столицу Азербайджана бронируют осенние поездки в среднем на три дня. Самые экономичные зарубежные города для поезда к осенью это Минск и Варшава. В Москве в пятницу подвели итоги международного конкурса государств-участников СНГ «Искусство книги», задачей которого является поощрение лучших издательских проектов, выпущенных в странах Содружества независимых государств. Азербайджан стал настоящим триумфатором конкурса, завоевав семь премий, в том числе четыре первые премии. В церемонии награждения приняли участие представители Министерства культуры и туризма Азербайджанской республики. На сегодня всё. С вами был Владимир Сухой, обозреватель информационного портала «Москва-Баку». Мы ещё не раз подведём с вами итоги. Всего доброго! Всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»!